Социальная защита лиц, пострадавших на производстве, регулируется федеральным законом об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Этот закон вступил в силу с 2000 года. Сегодня он своего рода гарант социальной защищенности. С 1 июля 2019 года количество получателей страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям в региональном отделении стоят 3203 человека. Страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве получают 2266 человек. По профессиональному заболеванию 742 человека. По поте и кормильце 196. Фонд социального страхования обеспечивает всеми необходимыми средствами людей, которые пострадали в результате несчастных случаев на производстве, а также выплачивает им пособия. Региональное отделение осуществляет страховое обеспечение пострадавшим на производстве в полном объеме, а именно выплаты пособий по военной нетрудоспособности, единовременные и ежемесячные страховые выплаты в связи с произошедшими несчастными случаями. На круглом столе отметили, что в последние годы наблюдается тенденция снижения несчастных случаев на производстве. Кроме этого, помимо выплат за несчастные случаи на производстве, Фонд социального страхования выделяет дополнительные расходы на санаторно-курортное лечение, медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. Каждым годом повышается количество предоставленных и качество государственных услуг, в частности, обеспечение пострадавших советствами реабилитации. Так, в происшествующем году региональное отделение обеспечило двух пострадавших современными высокотехнологическими протезами рук и ног, с помощью которых можно захватывать рук и удерживать предметы, водить автомобиль и вот протезом нижних конечностей позволяет свободно двигаться, ходить. Оба пострадавших, несмотря на инвалидность, работают и ведут активный образ жизни. Надо отметить, что высокотехнологические протезы стоят от полутора до трех миллионов рублей. В этом году Фонд социального страхования должен обеспечить такими средствами реабилитацию еще двух человек. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».